Дорогие друзья, перед началом видео попрошу всех, кому не лень, подписаться на мой бусте. Для этого просто перейдите по ссылке в описании и жмакните отслеживать. Платную подписку можно пропустить, это не обязательно. Ну а когда там соберется человек 10-15, будем проводить там стримы с просмотрами фильмов, сериалов или аниме по вашему усмотрению. Заранее благодарю и приятного просмотра. Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами как всегда Кин и сегодня мы отправимся в 1899. 1899 год. За 4 месяца до основных событий в море вместе с пассажирами пропадает пароход Прометей. Пропадает с концами. Ни сигналов о помощи, ни информации о нём больше нет. Спустя 4 месяца пароход Цербер, к слову, той же компанией, что и Прометей, покидает Лондон. С группой разношерстных европейских мигрантов, среди которых как простые работяги, так и сливки общества. Цербер идёт по назначенному маршруду, как вдруг получает послание с Прометея о его местонахождении. Вопреки желанию пассажиров, капитан Цербера отправляется на поиски Прометея и находит его. Но ни одного пассажира на нём нет. За исключением маленького мальчика, который наотрез отказывается рассказывать о произошедшем на судне. Тем временем на Цербере начинают происходить необъяснимые события. Случается несколько убийств и недовольство народа растёт с каждой минутой. Теперь капитану Цербера вместе с несколькими членами корабля предстоит разобраться с происходящим и понять, какие тайны в себе таит Прометей. Итак, создатели культового в своих кругах сериала Тьма, Баран Боудар и Янтье Фризе выкатили своё новое детище. Сериал 1899. И на этом моменте, а именно на моменте создателя сериала Тьмы, нужно заострить внимание, чтобы рассказать о новом сериале. Так как дух Тьмы витает здесь во всём, начиная от сюжета, подачи, приёмов, темпа и заканчивая подбором актёров. Хотя, ладно, насчёт последнего я немножко приврал. Я узнал здесь только одного пришедшего из Тьмы в 1899 актёра, Андреаса Пичмана, он же взрослый Йонас в Тьме и капитан Айк в 1899. Может здесь есть и другие перекочевавшие актёры, но я их не выискивал и особо не заострял на этом внимании. В сюжете также можно заметить влияние Тьмы. Смотрите сами. Группа людей сталкивается с объектом Икс, и с ними начинает происходить всякая чертовщина, включающая в себя то, что люди начинают перемещаться в своё прошлое и взаимодействовать с ним. Что, как, почему я, конечно же, спойлерить не буду. Узнаете, если посмотрите. Ну и, конечно, создатели Тьмы не были бы верны себе, если б и в этом сериале не заставляли. Именно заставляли зрителей смотреть сериал, не отрываясь от экранов. В Тьме нельзя было отвлекаться от просмотра, потому что можно было пропустить, кто кому кем является. Кто кому дед, кто кому сын и так далее. В 1899 создатели пошли ещё дальше и усложнили задачу. Помните, вначале я упоминал, что на корабле плывёт разношёрстная компания людей. Так вот, в придаток к этому они говорят на разных языках. И процентов 70 диалогов в сериале переводятся через субтитры. Так что отойти и налить себе чаю без паузы не получится. И если вы такие подумали, ой да и что, я с 5 лет смотрю всё субтитрами, так что могу спокойно отойти на пару минут, слушая сериал. Скажу вам так. Знаете, да, это не вызовет у вас проблем, если вы говорите на японском, китайском, немецком, испанском, польском, французском и датском языках. Так как все эти языки идут через субтитры. А переозвучивается только английский. Сразу уточню, что я смотрел в озвучке от HD-резки. Хотя наверняка какая-нибудь другая релиз-группа переозвучит все языки на русский. И как по мне это будет большой минус. Безусловно, так смотреть удобнее. Но часть сюжета строится на том, что персонажи не понимают друг друга. И я так думаю, что будет довольно странно, в то время, когда все персонажи говорят на русском, слышать от них, как они не понимают друг друга. Так что, если вы, как и я, будете смотреть в HD-резки и решите отойти от сериала без паузы, то вы можете услышать нечто такое. Помимо необычной подачи диалогов, создатели добавили в сериал и несколько довольно интересных моментов. Во-первых, символика. А именно треугольники. А они здесь, повсюду, сплошь и рядом. Где-то они прямо бросаются в глаза, а в каких-то моментах их нужно заметить. Например, на обоях, в каюте, полу или серьгах. Но кроме скрытой символики в сериале есть и нескрытые пасхалки. Да такие пасхалки, которые, если вы их заметите, намекнут вам на главные тайны происходящего. Лично я заметил две такие пасхалки. Хотя я уверен, что в сериале их гораздо больше. И я бы хотел вам рассказать про то, что я нашел. Но как бы это сделать, чтобы ничего не проспойлерить? Знаю. Я намекну вам на две пасхалки, которые нашел. А вы уже сами выстроите логические ряды и цепочки. Если же вы не хотите даже намеков, то ставьте сейчас на паузу и переходите на вот это время. Ну а если любопытство все же взяло верх и вы продолжаете смотреть, то вот вам первая подсказка. Пропавший на 4 месяца корабль называется... Прометей. Вспоминаем, где еще фигурируют такие корабли и дальше думаем сами. Вторая подсказка – песня в конце первой серии. Эта песня также играет в трейлере, уже вышедшего не так давно, но до этого ожидаемого многими фильма. И снова же дальше думаем сами. Как я сказал, наверняка в сериале больше, чем две пасхалки. Так что если вы нашли еще, то проявите фантазию и также завуалированное, распишите найденные вами пасхалки в комментариях. Ну а пока вы ищите и пишите, поговорим о том, что, как обычно, интересует всех. Ну ладно, не всех, но многих. А именно, это ведь проект Netflix, а значит тут, как всегда, куча темнокожих геев, лесбиянок, феминисток. Что ж, возможно, я разочарую тех, кто этого ждет. Но нет, тут эта тема практически отсутствует. Практически. Тут, конечно, есть любовный гей-треугольник. И снова же треугольник. Но лично я против него ничего не имею, так как придерживаюсь своей политики. А именно, если ориентация персонажей как-то влияет на их арки, а не просто пшик в воздух, то окей, я не против. Их заявленная ориентация влияет как на их арки, так и немного на сюжет. Как? Узнаете по ходу просмотра. Что же касательно персонажей в целом, то они тут весьма не односторонние и неоднозначные. К примеру, кого-то из тех, кого вы будете презирать в начале просмотра, вы сможете полюбить к финалу. И наоборот. Ну и напоследок, минусы сериала. Вообще, признаюсь, я для себя минусов в нем не нашел. Но, почитав комментарии на разных сайтах, я увидел, что не понравилось другим. И основной претензией была нудность и затянутость. Сразу скажу, да, это не попкорновый блокбастер. И если вы рассчитываете посидеть и развлечься на нем, то не выйдет. Это шоу не того формата. Оно рассчитано именно что на историю, диалоги и атмосферу. А атмосфера здесь нацелена на то, чтобы сидя в комнате, укутавшись в одеяло и погрузившись в сериал, вы почувствовали холодный ветер, морскую соль на губах и брызги волн. К слову, последний из похожих холодных пронизывающих проектов, с которыми я сталкивался, был незаслуженно неизвестный немецкий сериал «Жить». Обзор найдете в описании или по всплывашке сверху. Советую посмотреть. Ну и на этом подведем итог. В 1899 сериал построенный на диалогах и атмосфере, неспешно рассказывающий и погружающий вас в свою историю. Само же повествование этой истории с каждой серии обрастает все новыми загадками. В то же время, заметно или не очень, давая ответы на уже поднятые вопросы. Персонажи в этой истории не клишированы, а тренды не режут глаза. И последнее, за что я готов накинуть очки любому сериалу – интро. Интро или же опенинг здесь просто шикарен. Ни разу за 8 серий я его не пропустил. Но, конечно, из-за авторских прав я не смогу вам сейчас его вставить и показать. Но я нашел его на ютюбе и сейчас сверху вы увидите всплывашку. Советую перейти по ней и самим его глянуть. Эх, как же давно я не видел в сериалах таких длинных и красивых вступлений. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья, и всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а в комментариях напишите, будете ли вы смотреть данный сериал, или уже посмотрели, или почему не будете. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока. Ну а я вот никогда не видел Россию. Ну и что? Ну она существует. Это совсем другое. Ты видел ее на карте. Карта – это просто рисунок. По этой логике, раз я видел нарисованных оборотней, они существуют.